Русский север На территории района, который занимает более 28 тысяч квадратных километров, протекают река Мизень, падает Белое море и ее приток Вашка, а также множество мелких рек, речушек и озер, сохранивших свою первозданность. Уникален район своей природой, нетронутой цивилизацией. Здесь красивейшие места, богатые фауны и флора. Этот дальний угол Архангельской области дал целые династии народных мастеров. Там чудеса, там леший бродит. Встречали ли Лешкони Лешего, про то не ведаю. А другие чудеса творят сами местные жители. Из дерева щепы до бересты. Район Самобытен. Здесь сохранилась многовековая народная культура, традиции и обряды, фольклор и кухня, песни и говор. Не глухомань эта деревня стоит на Великом Печорском тракте. И сколько движения во все стороны. До Лешуконского и Мизени, до Ледовитого океана, до Архангельска и Питера. На санях, на лодках, на лыжах-кундах, пешком. Помилуй селянину родной земле. Есть бор беломошник, богатый грибами, брусникой по осени, сосны растут. Отпразднуйте, люди, приезжие с нами. Уж триста прошло, как построились тут. По названию селище кажется, что это большое село. Но это не так. Селище – это небольшая деревня в Архангельской области. Когда-то здесь жило более 120 человек. Сейчас в три раза меньше. Селище стоит на Угоре послушно У самой Мизени красивой реки Деревня выделяется из всех населенных пунктов своими мастерами. Именно здесь жил Мартын Филиппович Фатьянов, знаменитый дед Мартын. В последние годы слава о селищинских мастерах перешагнула границы области и страны. Патриархом же считается Мартын Филиппович. Кто же он? Дед Мартын знаменит в родном Лешуконе не меньше, чем писаховский сене Малина. Самородок-изобретатель, мастер на все руки, весельчак, балагур и сказочник. Вот только дед Мартын – реальный человек. Мартын Филиппович родился в деревне Селище Лешуконского района Архангельской области 27 апреля 1887 года в многодетной семье. Девять сыновей и дочь были у родителей. Служил в царской армии, был участником Первой империалистической войны, георгийский кавалер, участник гражданской войны. Работал в колхозе, выполняя разные работы, но больше ловил рыбу, заготовляя ее для колхоза бочками. В молодости это крепко сложенный, нелишенный силы человек. Ядреный я был, в дядю пошел, он один бревно поднимал. Рано увлекся охотой, рыбалкой, знал лесные тропы, изучил повадки зверя и птицы. Герой войны. Мастер с мировым признанием. Прославился же дед Мартын своими туесами, которые побывали на различных выставках. Его уникальные авторские берестяные туеса разошлись по музеям разных стран. Берестяные туеса и щипные птицы Мартына Фатьянова экспонировались на художественных выставках в России, Франции, Канаде, Японии. Награжден мастер многими грамотами, медалями. Он был участником ВДНХ, о чем рассказывают экспонаты Лешуконского краеведческого музея. Тысячи берестяных поделок разной величины от стакана до двухведерной кадушки вышли из рук Мартына Филипповича. Берестяную посуду Фатьянов создавал по заказам своих деревенских соседей. Лучшие из фатьяновских туесов украшены многоярусными изображениями птиц и зверей, сценами из жизни природы. Непревзойденный рассказчик Мартын Филиппович сам придумывал сказки и переносил их с помощью чеканов, нехитрых приспособлений и им же самим сделанных из корня дерева на бересту. У писателя Федора Александровича Абрамова есть рассказ Мартынов туес, в котором он говорит о диковинном туесе мастера, на котором изображена вся вселенная. Сверху северное сияние, а дальше планеты и звезды, а дальше земля и леса, тетеры сидят и полет гусей, а в лесу-то охотники тетеру бьют, и рядом-то медведи. Повторение фигурок в определенном ритме по всей круговой поверхности туеса, звезд и птиц по верхнему ярусу, людей, зверей и деревьев по нижнему создает впечатление их движения. Количество чеканов на велико 15-20, но они позволяют создать большое число разнообразных композиций. Одетая в узоры, рубашка туеса закрепляется перед стенными ободками на внутренней части цилиндрической формы – дупле. Для этого с большим искусством использовалось в народе шитье еловым корнем, гибким и эластичным. Одновременно он служил и декоративной отделкой. Существовало несколько способов такого шитья – косичка, ступенька, елочка. Мартын Филиппович шьет крепкие туеса, вставляет в них еловые донышки, распаривает и гнет из вереска, удобные для руки ручки и крышки. Посуда в хозяйстве нужна, а значит, и сделан должна быть надежна. Работал он на повете. Когда-то и сошел, пел песни нескладухи, на ходу придумывал. Речи была певучая, своеобразная, никогда не был в плохом настроении, любил поговорить. Умел мастер выбрать нужную ему березу, с которой можно было снять до 20 дуплей. Племянница Людмила Васильевна Фатьянова, тоже замечательный мастер по бересте, рассказывает. Ходит по лесу, как добрый волшебник, ищет нужную ему березу, зря дерево не пообидит. Умел шить туеса размером от ушата до стакана, так что по 15 туесов один в другой входило. Мартын Филиппович прославился не только туесами. Он возродил искусство изготовления щепных птиц. В северных деревнях щепная птица считалась символом дома, оберегом. Чтобы была птица оберегом, надо было топором сделать тельце птицы и щурки. Сколько же мастерства требовалось приложить, чтобы топором же расщепить щурку на тончайшие пластинки, чтобы стали они оперением птицы. Глухари, тетерки, гуси, лебеди, изготовленные мастером, тоже не раз экспонировались на выставках. Радостно было жить на свете Мартыну Фатьянову, беспокойному и веселому человеку, доброму и мудрому, с хитринкой в глазах. Он у нас пламенный, говорили про него деревенские. Подолгу мастер выискивал, бродя сыновьями по лесу подходящие коряги, корни и развилки сосны, ели, осины, чтобы дома у себя в мастерской создать чудесных птиц. Птица-голубь, птица-кряква, птица-вестница, глухари на тако и множество других птиц в форме солонок, ковшей. Жил, как многие земляки, промышлял охотой, рыбалкой, был прекрасным рассказчиком. Его охотничьи истории позднее будут опубликованы племянником, известным архангельским художником Фёдором Фатьяновым. Отдельной книгой «Ни как у всех», изданной Архангельским литературным музеем. Послушайте одну из «Были и небыли» деда Мартына из книги Фёдора Фатьянова «Ни как у всех». Вот сила-то. Договор со мной Америка заключила на 200 туесов. Они признали мою берестяную посуду. В туесе ничего не портится, даже золото не гниет. А ведь в Америке много золота накопилось, им класть-то его некуда, да и не во что. Вот мои туеса и запонадобились. Взял я весло с оковкой железной, топор за пояс заткнул, нож на ремне, сел в лодку и пополз за дуплями берестяными для туесов вверх по Циебивке к Бушенёвому ручью в Сузём, где веками лес не рубили. Там можно хорошую берёзу найти, хорошей дупле снять для богатырского туеса. Береста толсто, что с ножевой обух не ягловато, берёза не суковата, не сваловато. Еду, лезу, веслом железной оковой пихаюсь, а сам по сторонам речки Цебью смотрю. Недалеко от Бушенёвого ручья хорошую берёзу для дупля выискиваю. Смотрю, что-то чернеет, да бусеет. Да ведь это медведь. Он лося жарёт. Вот падина, стал я кричать, да звонить топором в железную оковку. А он ведь падина соскочил с лося, да соскоком на меня по воде через Цебьюгу. Прилетел. Сожжение две не добежало. Встал на задние лапы и пасть ширит. Бусой, да черной. Останта длиннее лошади. А я колычу топором об оковку железную. Только звон стоит. Сам кричу медведю. Ты что, патья такая, человека не видишь? Пойди прочь, а то сейчас брюшину распорю. Видишь, у меня топор в руках довесло. Ушёл падина. А не ушёл бы, так я из лодки вывалился бы, да через дно прошёл бы под лодкой, а всё равно его бы загубил. А он соскоком через Цебьюгу пробежал, холку от лося оторвал и мне через реку бросил. Мясо в лодку попало. Мясо свежее, молодой лось-то был. А сам-то зверь на щелю забежал. Я не успел глазом моргнуть, его уж нет. Вот сила-то упадины. Я приехал в деревню, холку лосинную в сельпост дал. Свежее мясо, хороошее. Давно покинул наш мир Бартын Фатьянов, которого в родном селище ласково называли Мартынка. В память о нём остались дом-музей изба деда Мартына, где проводятся экскурсии для гостей по дому доброго Лешего. Фестиваль Мартынова-Лукошка. Музей располагается в обычном деревенском доме с поветью, построенном в 30-е годы прошлого века Мартыном Филипповичем Фатьяновым. В нём две комнаты с русской печью, палатями, скамейками вдоль стен. На повете есть боковушка, небольшая изба с русской печью, в которой хозяева жили зимой с целью экономии дров. В доме тепло, уютно, сохранился колорит того времени, когда жил здесь его хозяин. Кажется, что отдёрнется занавеска, соскочит с печи дед Мартын, расплывётся в улыбке и скажет жене Луке-Редьма-Фемне, «Баба, ставь самовар! Гости приехали!» Великий Фатьянов Нас славит он вечер, В музей к нам зайдите, Там есть чудеса.